Всем привет! Сегодня я расскажу топ-10 католических молитв. Поехали! Первая молитва «Очи наш» — это основная молитва христианства, которую дал сам Иисус Христос. О ней написано в двух Евангелиях — в Евангелии от Матфея и от Луки. Она обращена к Богу и содержит просьбы о прощении грехов и его насущном хлебе. Очень красивая молитва. Вторая — это 10 заповедей или доколог. Хоть в строгом смысле это не молитва, но 10 заповедей — это основа морального учения католической церкви и часто используется у христиан в молитвенной практике. Третья молитва — это «Радуйся, Мария». Это молитва, посвященная Деве Марии, Матери Иисуса, где вначале мы можем молиться словами из Евангелия, когда ангел обращается к Деве Марии, а вторую часть молитвы мы обращаем непосредственно у самих себя к Деве Марии. Она заключается в молитвенном прошении верных о молитве в час смертной и прошении о благословении. Четвертая молитва — очень короткая, но очень прекрасная. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Это молитва, направленная к Троице, к Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Молитва — это короткая, но выражает почтение, поклонение, восхваление Богу. Пятая молитва — Ангелус. Это молитва, вознесимая три раза в день в память об извечной тайне Бога воплощения. Она читается в шесть утра в полдень и около восемнадцати часов вечера, когда звонят церковные колокола. Называется так по первому латинскому слову этой молитвы — Ангелус. По-русски эта молитва начинается со слов «Ангел Господень возвестил Марии». Шестая молитва — это Розарий. Молитва Розария, читаемая почетком, представляет собой чередование молитв «Отче наш», «Радуйся Мария» и «Слава Отцу», которым должны сопутствовать размышления о тайнах, соответствующие определенным евангельским событиям. Седьмая молитва — это венчик к Божьему милосердию. Это молитва почетком, Розарию, и формуле этой молитвы научил святую сестру Фаустину сам Господь. На другой день рано утром, когда я вошла в нашу часовню, пишет сестра Фаустина, я услышала в душе следующие слова. «Каждый раз, когда входишь в часовню, читай молитву, которой я научил тебя вчера. Души, которые будут читать этот венчик, будут оберегаемы моим милосердием при жизни и еще более в смертный час». Об этой молитве подробнее можно почитать в интернете или в молитвеннике. Молитва номер восемь — молитва о вечном покое. Тоже короткое воззвание к Богу за мир и спасение их душ. Звучит кратко. «Вечный покой дарую с общим Господей, и вечный свет осветит им, да покоятся в мире. Аминь». Девятая католическая молитва — это летание. Летание с греческого означает молитва или просьба. Молитва в форме распева, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Летания могут быть обращены к Иисусу, к Деве Марии или к святым. Десятая молитва — это молитва к ангелу-хранителю. Я помню, как ее учили нас в детстве. Мне кажется, она такая детская, непосредственная, но все же прекрасная. Тоже очень короткая молитва, которой чаще всего молятся дети. Она несет в себе просьбу ангела-хранителя оберегать нас в течение дня. Это был топ-10 важных, значимых и известных католических молитв. Какая молитва ближе вам всего? Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok